Россия издавна славилась могучими басами. Мы знаем Осипа Петрова, первого исполнителя партии Сусанина, Федора Шаляпина, династию Пироговых. Наш земляк Максим Михайлов стал их преемником в советское время. Низкий бархатный голос Максима Дормидонтовича был уникален. В память о выдающемся артисте в столице республики три года назад впервые был проведен международный конкурс молодых оперных певцов. 20 августа Чувашский театр оперы и балета вновь соберет под своими сводами вокалистов со всего мира. В этот раз организаторы ожидают не менее 45 исполнителей из Бельгии, Монголии, Китая, Латвии, Литвы, Украины, Казахстана, Киргизии и, конечно, России. Этим конкурсом начинаем празднование 120-летия со дня рождения нашего великого певца, великого баса. Для нас конкурс – это не соревнование, это для нас праздник музыки, и мы очень рады, что в нашей республике ждут этот конкурс. И я думаю, что наша публика, как и наш коллектив, получит огромную радость. Во многом благодаря этому конкурсу наши ребята превратились в настоящих больших звезд оперной сцены. О них узнали далеко за пределами республики. К примеру, Иван Снигерев, став лауреатом первой премии в 2010 году, теперь один из ведущих солистов Чувашского театра, много гастролирует. Его, по признанию художественного руководителя Ольги Нестеровой, пытаются переманить к себе другие театры. Но Иван остается верен Чуваше. Татьяна Проченкова также стала лауреатом первого конкурса. Эта победа буквально изменила всю ее жизнь. Мы, конечно, первооткрыватели. Мы открывали этот конкурс, мы очень волновались, как это все будет, как все это пройдет. И пойдет ли дальше этот конкурс, будет ли жизнь этого конкурса продолжена. И, как видите, это все продолжается. Мы очень рады этому. В этом году нашу республику представляют молодые солисты театра. Сергей Кузнецов, Иван Николаев, Андрей Николаев. Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри. Возглавит его народный артист Литвы, профессор Академии музыки Литвы Владимир Аспрудниковос. Он не знает никого ни из нашей республики, ни из Московской консерватории, те, кто к нам приедут. И мы считаем, что это правильный наш выбор, и он будет абсолютно объективным. Кроме этого, члены жюри проведут мастер-классы для участников фестиваля. Сам конкурс пройдет в три тура. Лучшие из лучших выступят 25 августа на Большом галоконцерте. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика.